Меня зовут Йосеф Менделевич, родом я из Советского Союза, сейчас в Израиле. В Советском Союзе я сидел по 58-й статье, это так называемая фашистская статья, но фашистом, конечно, не был, но это изменники Родины. 58-я статья – это разные категории изменники Родины. И я сидел без малого 11 лет. В этом смысле я, наверное, из последних советских политзаключенных, один из наибольших ветеранов, которые посидели так много, а уже среди евреев я номер один, никто так долго не сидел. Когда меня высылали из Лефортовской тюрьмы, решение указа Верховного Совета лишить меня советского гражданства и изгнать территорию Советского Союза за поведение, недостойное советского человека. И сидел я, естественно, как бы на деле, пока перевозили на пересылках, было написано «Осово опасный государственный преступник». А в лагере, когда судили второй раз уже в лагере, вообще круто было. Приговор был на основании того, что Север Менделевич уйдет паразитический образ жизни, создает беспорядки на территории лагеря, негативно влияет на других заключенных, угрожает заключенным, вставшим на путь исправления. Видите, тут какое-то исчадие ада просто. Смотрите, вот это я вот такой бандит, изменник Родина, особо опасный государственный преступник, устраиваю массовые беспорядки. Ну, такой пахан, только не хватает финки за голенищем сапога. Ну, это отдельный разговор. Но в целом что-то в этом есть, конечно. Потому что если сравниваешь с обычным советским гражданином, я родился в 1947 году, еще в сталинское время, и вот смотришь, что из этого советского гражданина, пионера, комсомольца, что с него так вдруг стало, учился, все нормально, и вдруг вот такой вырос враг, как мне сказал следователь КГБ, на допросе он говорит, ты же вражина, говорит, как ты таким стал? Вот это на самом деле очень интересный вопрос, которым еще не занялись и социологи, и психологи, я вообще не знаю кто, но я решил вам показать несколько кадров, фильм, который снимались моими друзьями, Борисом Мавцером и Александром Разгоном, но и так они снимались в разное время, вот мы попытались здесь состыковать это, чтобы получился какой-то связанный разговор, как бы для того, чтобы исследовать, вот как из обычного советского штуководника вырастает такой опасный преступник, я говорю, в кавычках, конечно, как вы видите меня, я, боже, я думанчик, никому ничего плохого не делал, но все-таки, это так, что вы посмотрите эти кадры, я начинаю свой рассказ с посещения могилы своей матери, недавно я посетил в Риге, я на самом деле не из России, я из Латвии, Латвия тогда была оккупирована Советским Союзом в ходе Второй мировой войны, и вот, значит, я посещаю могилу своей матери, которая на самом деле знаменует вот начало того пути, о котором я вам скажу дальше. Несколько лет назад я посетил Ригу много лет, но по прошествии многих лет я все-таки решил приехать и посетить могилу своей мамы. И вдруг я смотрю, вот она, эта могила, и она действительно своим видом символизировала наше печальное состояние тогда. Смотрите, серый камень, я вижу эту пригнутую, сгорбленную женщину, несчастную, и это как бы напомнило мне о тех тяжелых событиях, которые я пережил, когда я был ребенком, когда в 1956 году мой отец был арестован, вот это наша семья, такая благополучная, буквально через полгода отец был арестован, был обвинен в самой странной преступлении, как будто он продал свинец на 5 рублей браконьером, чтобы они сделали пули, и он был осужден на это в 5 лет. А мои родители были коммунистами, они не могли поверить, что это такая страшная несправедливость. И моя мама скончалась от горя. И вот я помню, когда мы пришли на похороны, ничего я не помню, конечно, кроме одного, слова Кадиша, которые произвели на меня огромное впечатление. И хотя я не понимал ни одного слова, я поклялся, что придет время, когда я буду знать эту молитву и буду знать этот язык. Бл Субтитры делал DimaTorzok Тогда это была улица Кирова 18, квартира 3, сейчас это улица Елизаветас, вот там над балконом с правой стороны три окна, там жила наша семья, папа с мамой и нас трое сестер и братьев. Место довольно приличное, но не еврейское. Что было интересно в этом доме, что там в 1903 году Ленин проводил свою сходку большевистскую, и поэтому здесь была мемориальная доска, что вот как бы даже устроили потом здесь музей Ленина в память вот этом великом событии. Один из моих друзей Борис сказал, смотри, придет время, снимут эту доску и вместо этого поставят доску, которая будет написана «Жила семейства Менделевича, которые были верны еврейскому народу». Ну, как видите, Ленинскую доску сняли, а нашу доску еще не поставили. И вот несмотря на то, что это был хороший район, все нормально, но мы жили как на необитаемом острове. Не было никакой связи практически с еврейским народом. Вся семья была уничтожена во время Шоа, Олакоста. И это была моя вся семья, это был мой народ и моя родина. Мой народ – это папа с мамой и сестры. Моя родина – это вот этот мой дом. Я не любил Латвию, не любил эти пейзажи, меня это ничего интересовало. С утра мы шли в школу. Ну, школа эта была, естественно, не еврейская школа. И там тоже было очень мало евреев. Во всяком случае, были несколько еврейских друзей. Но так я жил без всякого представления о том, что есть еврейский народ, есть еврейская родина, что-то особое в еврейском народе. И только все эти несчастные события привели к тому, что я стал, познакомился с еврейским народом. Вот это 25-я средняя школа, здание 25-й средней школы, в которую я пошел учиться в 10-м классе. А в дневное время я работал на заводе для того, чтобы поддерживать своего отца. Тогда освободили его из тюрьмы, но он уже был больным и старым человеком. Я решил подставить плечо, работать и помогать ему. Но вот в вечерней этой школе произошло какое-то чудо, потому что здесь оказалось очень много евреев. Я уже не знаю, по какой причине они собрались здесь все вместе. Но в нашем классе, пожалуй, большинство учеников были евреи. И когда евреи находятся вместе, начинаешь говорить о темах, которые тебя интересуют. Это те же самые темы. Катастрофа, шоа, антисемитизм и, конечно, государство Израиль. Так я нашел свой еврейский народ. А что интересно, что в перерывах, на переменках ребята говорили, и один из парней сказал, слушайте, ребята, сегодня еврейский праздник, Новый год, мы не будем учиться, пойдем в синагогу. Я был удивлен, сказал, какой Новый год? Новый год в декабре, а сейчас только октябрь. Он сказал, нет, это еврейский праздник, Роша Шана. Оказывается, что у нас, у евреев, мы несчастная нация, у нас даже Новый год не так, как у всех людей. У всех людей в ноябре, у нас в октябре. И куда идти в Новый год? Идти в синагогу. Синагогу – это место для стариков, это место для темных людей. А я молодой, образованный человек, я мечтаю, может быть, учиться и стать ученым, или инженером, ничего общего с синагогой, с этим мракобесием я не имею. Но ничего нельзя было поделать. Ребята пошли в синагогу, и я поплелся вместе с ними, думая, ох, как мне не повезло. Не то, что я еще недостаточно, но я родился евреем, как еврея, как самый презираемый народ в России. Еще у нас и другая религия, и другие праздники. Вот я пришел в эту синагогу. Это, пожалуй, была единственная синагога, которая осталась в Риге. До войны здесь было 100 синагог, 100 молитвных мест. Нацисты уничтожили. Все это осталось. И то, что произошло, и почему вдруг евреи молодые стали собираться в синагоги здесь, и не только здесь, в Москве, в Ленинграде и в других городах, это было не случайно. Дело в том, что к тому времени, в начале 60-х годов, освободилась большая группа узников Сиона, которых посадили примерно в 56-м году. И вот они решили бороться с ассимиляцией. Как бороться с ассимиляцией? Прежде всего, дать возможность ребятам встречаться между собой, потому что у нас, естественно, не было никакого клуба, ничего общего. И вот, значит, они придумали два полулегальных места. Во-первых, ходить на еврейские праздники в синагоги. Конечно, синагога – это не весь какое официальное место, но, в принципе, в 60-е годы можно было ходить в синагогу. И второе – это восстановление мест массового уничтожения евреев. Вот мы пришли туда. Конечно, никто не вошел в эту синагогу. Мы стояли во дворе. Но было очень здорово. Смеялись, разговаривали. И кто-то сказал, «Слушай, вот сейчас, Рашашана, приходи, будет другой праздник – Йом-Кипур». Ну, как бы, Йом-Кипур – это, конечно, никакой не праздник. Но для меня это был праздник. Почему? Потому что снова ребята собрались, парни, девушки, смеялись. Было интересно. И после этого мне говорят, «Слушай, приходи через неделю, еще есть еще один праздник – Суккот, потом будет еще Симхат-Тора, будет Ханука. Сколько еврейских праздников! Как мне повезло, что я попал у еврейского народа в такие чудесные праздники!» И второе место, которое я попал, как я уже сказал, это место, где были уничтожены евреи в Риге. Так сказал один из парней в классе тоже, «Слушай, в будущее воскресенье будет субботник, воскресник по восстановлению еврейского кладбища». Вот я послушался его, другие ребята не поехали, но я поехал, приехал в, он мне сказал, на 30-м автобусе на окраине города, я приехал, ничего подобного, никакого кладбища там не было. Там было лесок какой-то, какое-то поле, никаких евреев. Я был так разочарован, думаю, вот он меня обманул, вернусь, я его побью. И вот уже по дороге обратно к автобусной остановке, я еще раз посмотрел вокруг, я смотрю, да, действительно, там в роще, между деревьями, копошатся какие-то люди, я присмотрелся, вроде это не местные латыши-крестьяне, я побежал через это поле, прибежал к этой роще, как будто бы я слышал голос с неба, Иосиф, Иосиф, теперь начинается новая страница в твоей жизни. И вот действительно, когда я пришел туда, к этому месту, оказалось, да, действительно, это евреи, видно сразу, что это евреи, но они делали какую-то очень странную работу, там были какие-то груды земли, они собирали эту землю буквально какими-то лопатами, руками, насыпали в носилки, несли в какое-то другое место, ссыпали туда, я посмотрел, куда ссыпали эту землю, это были глубокие рвы, в которых были остатки человеческих костей. И так мне сказали, те, кто начали эту инициативу, они сказали здесь, в начале декабря перед Ханукой было убито почти что 30 тысяч евреев, ты смотришь на это место, 30 тысяч, да, вот, оказывается, в таком месте 30 тысяч евреев. Вот здесь показан призывной пункт, который был во время советской власти, здесь как бы устраивали призыв к служению Красной Армии. Я к того времени уже учился в институте, был участником еврейской нелегальной организации, и я пошел в АВИР для получения разрешения на выезд в Израиль, и мне сказал полковник Кая, начальник этого отдела, он говорит, какой Израиль, говорит, молодой человек, говорит, что мы не понимаем, вот вы поедете в свой Израиль, будете служить в Израильской армии, мы, говорят, не посылаем подкрепление своим врагам, а кроме того, он говорит, смотри, ты учишься сейчас в институте, хочешь учиться быть инженером, вот доучися, станешь инженером, будешь строить нашу советскую родину, с какой стати мы тебя будем посылать в Израиль. И понятно, что когда я вышел из конторы АВИРа, отдел виза регистрации, я решил, что я, конечно, не закончил высшее образование, чтобы быть советским рабом и советским инженером, и не буду на них гнуть спину. Но, к сожалению, это была проблема, потому что те, кто не учился на военной кафедре, в институте, как вы знаете, тогда сразу призывали в армию. Вот я получил повестку явиться вот в этот призывной пункт. И вот можно себе представить себе мое состояние накануне, когда я понимал, что решается моя судьба, что я вроде бы не стану инженером, но я с другой стороны теперь буду в советской армии, когда у меня будет заморозка, я вообще не смогу очень долгое время уехать в Израиль. И вот как я решил, что я должен что-то сделать, что я могу сделать, как я могу спасти себя от призыва в советскую армию. И тогда я принял решение, я подумал так, вот смотри, я призываю других людей ехать в Израиль. Зачем ехать в Израиль? Просто так из одного места географического переехать в другое, ведь смысл переезда в Израиль это возвращение к корням. А что такое наши корни? Это еврейская вера. Я должен быть верующим евреем. Это было таким образом решение стать верующим евреем, это было просто логический вывод, не то, что я был каким-то глубоко верующим человеком. И я сказал так, смотри, Господь Бог, если есть Бог Израиль, если ты существуешь, помоги мне, и я тебе обещаю, если ты меня освободишь от призыва в армию, я буду твоим. Конечно, это решение было непростое, стать, решить, что я буду верующим, религиозным, тем более, что я не особенно представлял, что это такое. И, тем не менее, я вот дал такой обет, что если я освобожусь от советской армии, то я стану верующим. И вот я пришел в этот призывной пункт, повестке, меня встретил какой-то майор, и он меня спросил, послушайте, что с вами случилось, я говорю, вы учились на последнем курсе в политехническом институте, и вместо того, чтобы получить диплом, вы вдруг прекращаете занятие. Это был естественный вопрос, как этого надо было спросить. И я, как бы, думаю, как иметь, как бы, что ему ответить, что я хочу ехать в Израиль, конечно, построить сразу стройбат. И вдруг я смотрю за окном, вот я здесь не увидел этого, но там за окном, наверное, внутри есть какое-то дерево, и на этом дереве птичка сидела. Я говорю, смотрите, товарищ майор, вот видите эту птичку, она свободна, птичка сегодня здесь, завтра там, а я не свободен. Я думаю, как я начинаю гнать антисоветчину, думаю, сразу поменял несколько пластинку, я говорю, смотрите, я кончил школу, пошел учиться в институт, после института я начну работать инженером, женюсь, дома, дом, дети, все это, смотрите, как бы, я еще ничего не решил, а уже моя жизненная колея предопределена, я не свободный человек. А он мне говорит, этот майор говорит, а, так что ты хочешь быть птичкой? Да. Я думаю, да, 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 я хотел быть какая-то птичка. О, говорит, парень, у тебя какие-то душевные, душевные расстройства, и меня послали в дурдом на экспертизу. Вот это Рижская психиатрическая лечебница, на которой я находился целый месяц на экспертизе. И надо сказать, что это было не очень приятное времяпровождение, потому что там действительно больные люди, шизофреники на разных уровнях. И вот представьте себе, вот там в палате есть, как правило, это были легкие шизофреники, вот. Они были там веселые люди, дурачились, взрослые люди, дурачились, оговорили глупости. Я, конечно, их боялся, живу нормально, они сумасшедшие, поэтому я сидел в уголке, взял книгу Ильиаду Гомера, и вот представьте себе, заходит врач в палату, видит, все там эти шизофреники веселятся, что-то делают, там дурачатся, а в углу сидит мрачный человек и читает какую-то толстую книгу. Решите, кто больше ненормальный? Конечно, я. Но я, на самом деле, я не прикидывался, потому что я не знал, какие симптомы. Единственное, поэтому я решил себя вести как анормальный человек. Единственное, что они меня спрашивали, слушайте, вы чувствуете, что за вами кто-то следит? На это я отвечал, да, конечно, следят, поскольку я был подпольщиком, и мы понимали, что за нами, может быть, следствие следят КГБ. Поэтому я говорю, конечно, за нами следят. И пришло время, когда, значит, они провели эту военную комиссию, и они мне говорят, «Парень, у тебя есть проблемы душевственного порядка, ты не можешь служить в армии». И я перепугался, потому что я понял, что если меня действительно запишут в диспансер, как больного человека, я играю в руки КГБ, потому что если меня арестуют за мою деятельность, им даже не надо судить меня, а просто засудят меня, посадят в меня в психиатрическую лечебницу пожизненно. И поэтому я решил, нет, лучше я отслужу в Советской Армии, буду нормальным человеком. И в последний момент я сказал, чтобы спасти себя. Я нормальный человек, я хочу служить в Советской Армии. И я не знал интересную подробность, что если человек говорит про себя в сумасшедшем доме, что он нормальный, это уже точно, что он дурак. И таким образом я освободился от армии. Снова возвращаемся в это памятное место, румбули. Сейчас мы видим эти камни, которые были специально привезены, потому что там латвийское правительство устроило там действительно мемориальный памятник. Но очень многое из того, что мы делали, осталось. И я помню, как вот в этом месте, это довольно большое место, леса, собирались сотни молодых людей, 300, может быть, даже больше. И здесь мы встречались, как действительно эти узники Сиона рассчитывали. Здесь мы стали формировать свою еврейскую общину молодых людей, свое единство. Мы пели вместе еврейские песни, мы говорили об Израиле, и таким образом надо сказать, что это место смерти превратилось в место жизни. И вот сохранились уникальные кадры, как мы работаем вместе, скажите, как бы молодые ребята. Была женщина, госпожа Михалсон, по-моему, ее сын был профессором в Юрисовском университете, и она рассказывала нам, она спаслась из-за этого ужасного побоища, и она говорила, вот здесь, смотрите, здесь детская могила, потому что нацисты вырывали детей, младенцев у матерей и убивали их отдельно. Вот это объясняли нам, где что находится. В работе принимал участие и, как мы называли садовник, Фрейзус, он делал там так, чтобы было озеленение этих могил, и в частности он привел небольшой саженец деревца, березовое деревца, и он сказал, давай посади дерево, вот тогда это было 50 лет назад, я посадил это березовое саженец, смотрите, как он вымахал, как это помнит, это место, видите, вокруг еще другие березы, это моя береза, можно сказать. Я спрашивал себя, собственно говоря, почему советские власти не заинтересованы сами восстанавливать это место, почему мы должны это делать своими руками, я нашел ответ. Дело в том, что мемориальная имеет мемориальная память, как говорят Искор, если люди придут сюда, мы, будет мемориальная память, скажут Эльмаре Рахамим, скажут Искор, помни, они хотели, чтобы мы ассимулировались, чтобы мы ничего не помнили. Здесь я рассказываю о каком-то участке своей деятельности в 1966 году прямо там на кладбище на могилах Румбули мы ребята, которые познакомились там, встретились вместе и решили создать нелегальную еврейскую организацию. И одним из направлений нашей нелегальной деятельности это было печатание материалов. Конечно, трудно было в 1966 году достать материалы про Израиль, про евреев, но что-то проникало через иностранных журналистов, тогда было израильское посольство в Москве выносили, таким образом были материалы, интересные материалы, часть из них, как известный экзодос, был переведен на русский язык, я сам его читал тогда, и вот наконец нам удалось в нашей нелегальной группе студентов удалось приобрести печатную машинку чешского производства консул, это была большая радость, большая заслуга, что у нас была, у нашей нелегальной организации была пишущая машинка, мы чувствовали, что теперь мы можем действительно что-то сделать на пользу еврейского народа, будем размножать еврейскую литературу. Достали книгу о войне за независимость, она была написана в русском языке, но перевели ее на русский язык, и вот теперь была задача где печатать эту нелегальную литературу, мы думали дома невозможно печатать, потому что это коммунальная квартира, соседи донесут, что Менделевич что-то там печатает, поэтому мой товарищ Боря тоже член этой нелегальной организации снял небольшой домик на месяц прямо в лесу, и в лесу как бы люди мало ходят, поэтому стук печатающей машинки может быть не привлечет их внимание, может быть не донесут на нас в КГБ, и вот так представьте себе сижу я в этом домике, взял отпуск на месяц, я работал тогда в проектном бюро завода ВЭФ, сижу и печатаю, и когда я печатаю каждый удар по клавишам печатной машинки, это как будто бы я стреляю из пулемета, из танков уже как будто в израильской армии, вот. Так, за этот месяц я напечатал, там было 300 страниц, я напечатал 300 страниц, было закладки, да, в каждую такую пишущую машинку можно было заложить 11 закладок тонкой бумаги, таким образом я напечатал 11 экземпляров этой книги, но вот я рассказываю, как я проголодался, а сельпо, это сельская местность, было далеко, поэтому я просто вышел в лес вокруг этого домика, а там были малиновые плантации, вот я ел эту малину, ну, надо сказать, там были, наверное, черви, я еще не знал всех этих законов, наелся молитвы, набил живот и вернулся снова бороться за еврейский народ, каждой клавишей, каждым ударом, как бы пробивая себе путь еврейскому народу и советской неволе. В одном, конечно, это было непросто, потому что надо было еще найти людей, которые будут согласны взять эти книги, явный самиздат, это не та же какая-то книга, которая выглядит солидно, просто печатные лески, и люди боялись взять это, вот это интересная ситуация, вроде бы наконец ты готов уже заняться и помогать распространять информацию о еврейском народе, о еврейской традиции, но люди боятся и не берут. Я рассказываю о том, как я принес одному товарищу, который, казалось бы, созрел, для того, чтобы знакомиться с этой литературой, когда я пришел взять эту книгу и даже предложить, возможно, этот товарищ передаст кому-то еще почитать, вместо этого вышла его мама и стала кричать на меня на весь дом, она опасалась, что уже за ней сидят, скоро посадят, так был великий страх перед КГБ выкинуло мне прямо в лицо, бросило мне эту мою самоиздатовскую литературу, и я ушел, несел нахлебавшие. Потом мы создали группы по изучению еврита, потом по изучению еврейской истории, а потом стали учить и законы еврейской жизни, читать какую-то религиозную литературу, и вот пришло время, в 1966 году организаторы, взрослые люди, так взрослые люди были, которые как бы пережили холокост, им было уже сейчас под 50, они решили создать, провести здесь траурный митинг, видите, здесь есть камень, гранитный камень, который удалось поставить здесь, и это была великая победа, что удалось написать наидыш здесь, де карбонес фашизм, жертвам фашизм, это было большое достижение, и вот мы пришли на это место, по сути дела это знаменовало собой завершение этого нашего проекта по реконструкции кладбища, огромная территория, и вот смотрите на заднем плане вы видите такие перебрики бетонные, это еще следы нашей работы, вот удалось создать по местам расстрела вот такие большие памятные холмы, собрались очень много людей, пришло туда сотни людей, и хотя это был 66-й год, люди боялись, пришло, конечно, полиция, милиция, и КГБ, вот, они думали распугать людей, но люди не боялись, и пришли на могилы своих родственников, и вот люди стали выступать, прежде бы, конечно, сказали Кадиш, и потом я тоже получил право выступить, поскольку я был один из первых первопроходцев этого проекта, я был первый раз, пожалуй, когда я выступал перед таким огромным количеством людей, и тем не менее, я нашел в себе силы, написал заранее, выучил на память свою речь, и я сказал, смотрите, ребята, какое чудо произошло с нами, только несколько лет назад мы пришли сюда, чтобы помочь мертвым людям, мы собирали их косточки, остатки их одежды, приносили в могилу, но теперь мы знаем, что это мертвые люди помогли нам, они связали нас обратно с нашим народом, с нашим прошлым, и они, смотрите, слышите их слова прямо из-под земли, они нам говорят, не оставайтесь больше в этом проклятом месте, у вас есть своя родина, есть святая Исраэль, лех-леха, отправляйте свою родину. Исраэль, снаэль, снаэль, снаэль,